Это одно из лучших моих интервью, которые у меня были. Срок, который у тебя на земле отведён, он как бы, ну, тебя с каждым годом сокращается. Ты можешь добиться всего, чего пожелаешь. Почему бы и это и не сделать? Просто нужно, нужно просто работать и не опускать руки. Нужно ебашить, нужно, короче. Я делал всё не благодаря, а вопреки. Ну, ошиблись и ошиблись, как бы волосы не зубы отрастут. Пока у нас не запретили, короче, на законодательном уровне делать разные стрижки, и пока меня не могут посадить за это в тюрьму, я буду экспериментировать. Лучше не достричь, чем перестричь. На самом деле, я сейчас смотрю образы, которые делают нейросети. С машинкой у нас будут лазерные, да? Мы резать волосы будем не механическим образом, а типа срезать их при помощи луча. Ну что, ребята, всем привет. Покороче говоря, в эфире. Сегодня наш гость — это Глеб Морозов, заебись, хайеркатс. Такое у него довольно громкое название аккаунта и представление себя. А хочется тебя представить, Глеб, что мы о тебе знаем. Креативный парикмахер «Барбер года» 21-го года по версии великобританского журнала «Барбер Эва», ежегодный спикер Академии в Италии. Один из самых публикуемых российских парикмахеров. Это вот действительно так. Очень много тебя изданий публикуют, и аккаунтов изданий. Это видно отовсюду вообще. Я думаю, многие подписаны. Международный преподаватель, трёхкратный финалист OneShot, топ-25. И ещё множество всего. Автор нескольких образовательных систем. Столько ты в себе собираешь. Очень круто. Мы очень рады, что ты у нас сегодня в гостях. Я тоже очень рад. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Надеюсь, что этот вечер пройдёт в позитивной обстановке. Есть у нас такая, наш Егор Олёкнинский, который ведёт подкасты. Он сейчас в Таиланде. Привет, Егор. Надеюсь, ты сгорел. Привет, Егор. Я тоже недавно из Таи вернулся. Там очень классно. Я думаю, что ты ещё застал там сезон, который уже сейчас заканчивается. Но я надеюсь, что ты отдохнёшь классно. Да, мы тоже очень надеемся. И так завелось, что мы представляем спикера, а спикер представляет нас. Поэтому вот хотелось бы дать тебе слово, чтобы ты представил меня. С тобой мы тоже довольно давно знакомы. И моего коллегу. Если бы меня о таком не предупредили и сделали бы со мной так же, я бы просто встал и ушёл. На самом деле я бы начал представление с... Ну, больше так, как вы работаете в команде, я бы представил вас изначально как представитель определённого бренда и определённого комьюнити. Потому что Тайга является таким именем достаточно крупным в целом в барбер-индустрии в России. И с каждым годом вы этот статус усиливаете. Поэтому я очень рад, когда вижу, как вы достигаете каких-то новых высот. Когда у вас появляются подкасты. Когда вы делаете очередные мастер-классы. Когда я вижу объявление о том, что вы собираете там сто пятисотый поток барбера с нуля. И это всё у вас не увядает. Поэтому в первую очередь рад вас поприветствовать как представители вашего бренда. Соответственно, Наташа, тебя я знаю, ну, наверное, года три, мне кажется, да? Первый раз, когда я прилетал в Красноярск. Мы, по-моему, тогда и познакомились. Тогда, на самом деле, был один из таких кринжовых мастер-классов. Не в плане того, как он проходил. А в плане того, что я опоздал на самолёт. Я очень боялась этого сегодня. Да, я, ну, больше таких ошибок я, на самом деле, не совершал никогда. Надеюсь, что это было в первый и последний раз. Такое случается. Вот, это было для меня уроком. Поэтому пришлось программу двухдневного мастер-класса запихивать в расширенный однодневный мастер-класс, который проходил с самого раннего утра до самого позднего вечера. Я благодарен вам, что вы отнеслись к этой ситуации как бы с пониманием. Не сильно на меня давили в тот день. Потому что я был ещё, ну, на стрессе, плюс перелёт. Я прилетел достаточно рано. Сразу же в этот же день у меня был мастер-класс. Поэтому, вот. Ну, мы с тобой успели пообщаться в автомобиле. Ты мне рассказала, что у тебя целых пять направлений твоей деятельности. И, ну, не знаю, нужно ли об этом говорить сейчас? Я думаю, всё. Что ты занимаешься там и тем, и другим, и пятым, и десятом. Я желаю тебе, чтобы у тебя твоя энергия, тебя твоя энергия не покидала. Вот. И, в общем, ты молодец. Спасибо. Я рад наблюдать за твоим развитием. Спасибо. Честно говоря, я забыл, как зовут твоего коллегу. У меня очень плохая память на имена. Нет, тут на самом деле проще. Этот подкаст ведёт Егор. Тебе даже другое имя запоминать не нужно. А, тебя тоже идут? Да. Плохого человека Егор не назовут. На самом деле, я своих ребят на мастер-классах, когда вот даже у меня пятидневный курс проходит, который я в Петербурге провожу, я всех ребят предупреждаю о том, что, ребят, я, короче, вас запомню, дай бог, на третий или четвёртый день, потому что реально, ну, то ли это особенность моего мозга, то ли это особенность всех профессионалов, которые работают с людьми, которые работают в сфере обслуживания, так скажем, да, соответственно, многие парикмахеры мне говорили о том, что мы все помним наших клиентов в лицо, но мало кого мы помним по имени, да, только тех, с кем произошли, может быть, какие-то истории, либо тех клиентов, с которыми мы пересекались, может быть, где-то помимо работы. Вот, поэтому ещё раз прошу прощения за то, что я запамятил. Всё, у меня абсолютно точно так же. Ну, честно говоря, я с тобой познакомился не так давно, мы с тобой познакомились в прошлом году, когда я прилетал с мастер-классом в Красноярск, это был мой второй приезд в Красноярск, вот. И как раз ты мне сейчас напомнил историю о том, как ты спрашивал совета по поводу проведения такого презентационного дня, по-моему, в одном из колледжей, да? Парикмахерский колледж, да. Парикмахерский колледж, соответственно, там вы боитесь ли ребят на то, чтобы они… Пойти учились к нам. …шли к вам повышать свою квалификацию после обучения в колледже, вот. Я очень рад, что мои советы, ну, пришлись вам по душе и были полезными, но думаю, что мы в процессе нашей беседы познакомимся чуть больше, чуть ближе, и я узнаю… Ну, на самом деле, по крайней мере, даже те вопросы, которые вы мне будете задавать, они во многом, как бы, ну, будут раскрывать вас как личности. Я надеюсь, что и у меня получится раскрыться чуть более глубоко в процессе этого интервью. На самом деле, я очень рад, что получилось прилететь сегодня, ну, как бы, так, чтобы можно… ну, была возможность еще провести этот подкаст. И еще раз я благодарю всю команду Тайги за то, что вы в целом двигаете индустрию и делаете что-то помимо стрижек и открытия барбершопов, вот. Спасибо, Сигня. Спасибо. Так, Егор Талавира, директор нашей Академии СБС. Сейчас аплодисменты такие. Ну что, погнали. Есть несколько вопросов, которые накопились. Самый, наверное, такой душесчипательный вопрос. Давно он стоит в голове, по крайней мере, у меня точно. Про main stage, да. Про main stage, про первый main stage. Ваше выступление в Питере было, конечно, очень запоминающимся. Если кто не помнит, обязательно там найдите, посмотрите, как это все было. И, насколько знаю, ты сам выкладывал это потом у себя в соцсетях, что после этого выступления у тебя там сорвалось несколько каких-то договоренностей, обучений, контракты слетели. Анти-хайп случился. Да, но зато все говорили, что заебись, это заебись. Слушайте, ну, на самом деле, ну, нужно начать, наверное, с того, что ходят слухи, что мы с организаторами main stage после этого выступления как-то испортили отношения, что на меня кто-то обиделся. Этого не было, то есть смысл шоу, он как бы в шоу. Он не несет какой-то, может быть, задачи кого-то обучить. По крайней мере, в моем представлении шоу это тот, та площадка, это то действие, когда мы можем людей скорее вдохновить. Или дать им какую-то эмоцию, может быть, даже негативную. Собственно, на тот момент, это было, ну, получается, уже два года назад, да. На тот момент мне ничего более интересного в голову не пришло, кроме как сделать вот такой перформанс. Он должен был быть немного еще более длительным, но из-за того, что мы плохо отрепетировали, мало находились на площадке перед main stage. Директор этого, ну, или режиссер, наверное, правильно назвать, он не совсем понимал тайминг, и он как бы наше выступление обрубил. И, возможно, из-за этого получилась еще более такая недосказанная какая-то история. Вот. Но, тем не менее, основной посыл, он у нас был таким, что, ребята, типа парикмахерское искусство, это не только стрижки, а это как бы еще и какой-то вайб, какое-то настроение. Это именно искусство, а искусство, особенно современные проявления искусства, они бывают совершенно разными. Соответственно, от многих ребят, которых я считаю как бы, ну, такими старшими коллегами, да, на которых я равняюсь, они мне высказывали достаточно такой большой респект по поводу этого выступления, что это было классно, это была, ну, очень крутая энергия была. Но я знаю, что многие из-за этого выступления, оно было первым открывающим оба дня фестиваля, оно многих шокировало, и я знаю, что более консервативных представителей нашей профессии, оно, может быть, даже как-то оскорбило, хотя такой, как бы, цели, конечно же, не было. Однако, я точно знаю, что это не оставило никого равнодушным, и это самое главное для меня. Я человек, чью репутацию, наверное, уже ничем не испортить, вот, поэтому не сильно меня это парит. Я делаю то, что считаю нужным, и я рад, если кого-то я смог натолкнуть на какой-то позитив, либо, может быть, на какие-то размышления, либо, может быть, да даже если кто-то, может быть, расстроился и разочаровался во мне, я тоже очень рад, потому что есть, наверное, у меня тогда еще возможность реабилитироваться в их глазах и, может быть, порадовать их, потому что если всегда радовать, то потом станет скучно, да, а тут, как бы, такая игра на эмоциях, и... Как минимум, эмоцию вызвал, это точно. Вот, да, про эмоции. Слушай, ну, вот ты говоришь формат шоу, про шоу, ты прав, но в целом же люди не ожидали такого, и... Ну, и классно. Если бы они это ожидали, то это бы уже не несло бы такой нагрузки, как бы, да, то есть это было бы не так ярко, это бы не так запомнилось. Вот, все ожидали, что я выйду и начну стричь, типа, ребята, сейчас вам расскажу про 100-500 секций, и я сейчас вам буду показывать, куда я тяну, как я режу и для чего я это делаю, но... В тот момент времени мне казалось, что это просто... Ну, я просто был в диком отрицалове такого формата выступлений на шоу, тем более, что изначально было заявлено, что мейнстейдж – это фестиваль нового формата, где объединяются и барберы, и парикмахеры, и я думаю, что как раз в связи с этим у нас не возникло недопониманий с организаторами. То есть в целом это вписывалось в концепцию современного парикмахерского шоу. А организаторы знали вообще формат твоего выступления? Ну, плюс-минус. Плюс-минус. Ну, то есть они тоже могли... Они знали, что оно будет не очень длинным, вот, но в итоге оно получилось короче, наверное, раз в пять, чем должно было быть. Но! Есть один плюс, кстати. Наше короткое выступление, которое заняло, по-моему, пять минут, оно в целом вывело тайминг всего фестиваля в нужное русло, потому что по определенным причинам, когда организуется фестиваль такого масштаба, и я знаю, что для ребят, которые организовывали для Максима и его команды, для Максима Райта... Максим, привет! Это было первой, ну, пробой пера, соответственно, были определенные заминки. И тайминг взвинулся на час. Соответственно, нашим коротким выступлением мы вернули концепцию и тайминг всех остальных выступлений, ну, плюс-минус в нужный порядок, и в связи с этим как бы все шло своим чередом. Поэтому, ну, не знаю. Получается, спас еще весь фестиваль. Было классно. Я не буду говорить, что спас, но просто таким образом все встало на свои места. Наверное, так и должно было быть. А сейчас так бы сделал еще раз? Да, вообще без проблем. На самом деле, у меня были еще выступления и будут еще выступления. Вот на этот год, по крайней мере, на первую, ну, уже не на первую половину, там, до октября месяца у меня уже расписано некоторое количество фестивалей, на которых я буду выступать. Это мейн-стейдж в том числе в апреле. Соответственно, для них я готовлю определенные форматы шоу. И в прошлом году я выступал на двух больших мероприятиях. Одно было, это Горький Бьюти Хаб, который в этом году тоже состоится. Там фестиваль, новый фестиваль был в прошлом году в Нижнем Новгороде. И на Barber Connect в Беларуси, в Минске. Мы с Денисом Грошевым, который является частью моей команды, мы делали шоу, но уже в чуть другой концепции. Оно, опять же, там была некая смысловая нагрузка, которая немножечко отвлекала людей от самого процесса стрижки, да, но говорила им о том, что есть что-то вне стрижек, да. То есть, что парикмахерское искусство и человек внутри парикмахерского искусства – это как бы создатель. И что заставляло людей задуматься о том, чем они в действительности занимаются, когда стоят у кресла, когда они идут домой. И мы размышляют над тем, что они делали в течение этого дня, этого месяца, этого года. Выросли они, куда им нужно двигаться и так далее. Соответственно, выступление было направлено вот в эту сторону. Для нового Минстейджа я готовлю новую концепцию. Соответственно, я в целом понимаю, что я достаточно много информации теоретической и практической по поводу стрижек, по поводу того, как мы делаем искусство, по поводу того, как мы делаем стрижку. Я эту информацию доношу в рамках своих мастер-классов. В рамках выступлений я не вижу смысла еще раз это проговаривать. Я не хочу кого-то удивлять работой, которая выполнена на сцене за 45 минут с трясущимися руками, потому что это не уровень того парикмахерского искусства, которое я бы хотел людям показывать. Но я знаю, что фестивали созданы для того, чтобы людей вдохновлять. И что выступление – это… Я вот недавно приводил такую аналогию. Вот если человек, да, вот он живет всю жизнь, и он один раз побывал в театре, то он этот случай вообще никогда не забудет. Для него это будет… Он будет своим внукам рассказать, а я вот был в театре когда-то, и был на спектакле, так там… Так вот, парикмахерские шоу, по сути, это площадка, на которых спикеры могут действительно разговаривать со своей публикой при помощи образов, при помощи другой терминологии, не той, которая используется в мастер-классах, да. Поэтому здесь есть возможность людей настраивать на определенный лад, давать им почву для размышления. И в целом я для себя сейчас на данном этапе выбрал концепцию того, если меня будут звать на шоу, я буду выступать так, как я считаю нужным. И вряд ли это будет перформанс, который завязан на том, как я режу волосы. Либо это будет что-то такое связанное с отрезанием волос, что выходит за рамки нормального. — Слушай, а ты сказал, что был до этого перформанс-шоу, которое заставило людей задуматься, да, то, чем они занимаются. Можешь поподробнее раскрыть этот момент? — На самом деле, мне кажется, что на Ютубе где-нибудь можно найти, наверное, отрывки из этих шоу, но там концепция была в том, что мы снимали мини-фильм, где был определенный набор образов. То есть там не было такого, что там «я режу волосы», короче, смотрите, как я режу волосы. То есть там были образы и был текст, который мы написали с Денисом, который долго мы прорабатывали, формировали его в такой плотный как бы спич, который конкретно тезисно говорит о, ну, доносит тот посыл, который мы избрали. Соответственно, в этот момент мы на сцене стрижем достаточно нестандартные образы, которые являются только частью выступления. То есть сама стрижка, она здесь выступает просто как дополнительным таким элементом, дополнительной опцией внутри всего перформанса. И плюс у нас были, мы их называем, есть такой фильм «ДМБ» из начала 2000-х годов про армию. И там был такой мифический персонаж, которого называли «Черный дембель». Так вот, у нас были «Черные дембели», это такие персонажи в таких балахонах, а-ля как у каких-то монахов, да, в «Черных капюшонах». Они ходили с кадилами и распространяли запах ладана. Плюс они носили в следующем как бы акте, они выносили в толпу такие подносы с просвирами, которые были пропитаны когором. Соответственно, у нас был такой процесс, я не знаю, как это правильно назвать, как это называется в церкви, ну, наверное, причащение или что-то такое. Ну, это да, круто, и опять же, я в определенный момент понял, что нет смысла стесняться в самовыражении, когда есть такая возможность. Ну, как бы я работаю и там стригу, выкладываю свои работы, получаю каких-то новых подписчиков, признания для того, чтобы меня звали, для того, чтобы я мог в первую очередь высказываться так, как я хочу. И я всю жизнь мечтал заниматься творчеством, но в какой-то момент я опустил руки и перестал заниматься музыкой, да, например, которой я там занимался долгие годы, там, еще со школьных лет. Но в какой-то момент все равно жизнь меня направила на этот путь, я вернулся в, опять же, в креативную сферу, да, парикмахерское искусство, которое позволяет мне высказываться. Помимо того, чтобы выполнять какую-то услугу, я могу здесь проявлять себя через нашу профессию. Поэтому я выбрал для себя путь, который позволяет мне говорить с людьми. Я очень рад, что у меня есть такая возможность, что меня зовут выступать, я благодарен всем, кто дает мне такую возможность, и я благодарен всем, кто следит за тем, что я делаю. То есть, если бы я недавно писал пост, что, а, не пост, а там stories я выкладывал, что у меня там 80 тысяч подписчиков случилось, и я, ну, абсолютно уверен в том, что всего этого не было бы, ну, моего творчества не было бы, если бы за ним никто не следил. Я не из тех людей, которые могут сидеть закрытыми в коробке и делать какое-то творчество, которое не выходит наружу, которое люди не могут оценить и дать какую-то обратную связь. То есть, я немного, наверное, в этом плане тщеславный, как бы, и это тешит мое самолюбие, но, по крайней мере, я надеюсь, что этот обмен на энергии, он взаимный, и что я получаю, вернее, что люди, которые следят за моим творчеством, они получают не меньше, чем я получаю от того, что они мне дают. Кайф. Очень круто. На самом деле, ты уже частично ответил на следующий вопрос. У меня как раз было по поводу того, что у тебя было музыкальное хобби, ты диджейл, помню, как раз на каком-то автопате. Это было на первом, наверное. На первом, наверное, да. Нас оттуда ещё выгнали после этого. Да-да-да, было дело. Мы с Ильёй Брянцем там выступали, и Илья, тоже привет. Надеюсь, что ты посмотришь этот подкаст. А потом всё как-то быстренько закруглилось. Ну, и в целом вообще про эту деятельность твою. Нет желания вернуться, попробовать ещё где-то там? Слушайте, ребят, ну, на самом деле, тут есть такая штука, что в сутках 24 часа, когда у тебя есть, а может быть и к счастью, я не знаю, ну, просто есть как есть. У тебя есть семья, да, у меня сейчас растёт маленькая дочь, Аглая, ей 5 апреля исполняется 2 годика, и моя супруга Юля, вот. Ну, и плюс у меня есть там мама, брат и другие родственники, ну, и друзья, с которыми хочется тоже проводить время, потому что, ну, жизнь одна. И, соответственно, когда-то всех этих людей не станет, когда-то не станет меня, поэтому нужно проводить время и получать удовольствие от этого. Ну, и плюс у меня есть моя страсть, это стрижки, парикмахерское искусство. Диджеинг в какой-то момент он дал мне определённую отдушину, наверное, в тот момент, когда я начал выгорать. Я просто взял небольшую паузу, и на тот момент я немножко приостановил свою парикмахерскую деятельность. Она не то чтобы остановилась, она просто чуть-чуть замедлила темп. И в этот момент я немного дал себя отвлечься на музыку снова. И мне было интересно, как работает, мне было интересно даже в большей степени выяснить, как работает вся эта индустрия с ночной жизнью, с выступлениями в клубах и так далее. То есть узнать эту субкультуру не как потребитель, а как производитель субкультуры, так скажем. Поэтому я туда погрузился, посмотрел, понял, что чтобы двигаться дальше и заниматься этим серьёзно, мне нужно тратить времени. Если уж я хочу получать такие же эмоции, такой же фидбэк от этого вида творчества, как от парикмахерского искусства, то мне нужно либо как бы отказываться от общения со своими родными и близкими, либо отказываться от того, чем я живу на протяжении последних семи лет. Но это когда тебе уже там 30 лет и больше, на самом деле это немножко нелогично. И здесь всё-таки нужно трезво оценивать свою жизнь и понимать, что тебе дорого, и расставлять правильно приоритеты. Поэтому я сейчас не скажу, что я не занимаюсь музыкой вообще. На самом деле в большей степени работа диджея это больше прослушивание музыки, нежели её сведение. Есть очень известные и почитаемые диджеи, которые в целом как диджеи, как мастера плавного сведения треков между собой, они как бы не сказать, что выдающиеся. Но они делают очень крутую селекцию и, соответственно, вывозят на том, что у них есть определённый вкус, и они понимают, в какой момент публика хочет получить какую эмоцию. Вот. И этим тоже, в общем, этим тоже нужно заниматься. Соответственно, музыку я слушаю, я собираю там какие-то компиляции у себя в телефоне и раскладываю музыку по папочкам. И вот этот навык, как бы он ко мне, наверное, он больше скорее вернулся ко мне, потому что когда я учился в школе, у меня тоже всё было по папочкам в mp3-плеере. Там, типа, здесь у меня металл, здесь, короче, гранж, здесь хип-хоп, здесь ещё что-то. Сейчас у меня это всё вернулось, вот, и я раскладываю музыку также по папочкам, потому что надеюсь на то, что, ну, когда-то у меня появится возможность где-то выступить, сыграть своё музло. И просто, ну, просто я понимаю, что есть люди, которые горят этим гораздо больше, и им эта возможность проявиться для них гораздо важнее. Зачем я буду занимать их место? Тем более, что я понимаю, что, ну, в целом выступить в каком-то клубе не составляет сложности, потому что, ну, если у тебя там, допустим, 20, 30, 40 тысяч, 50 тысяч подписчиков в Инстаграме, ты можешь написать организатору, и нет-нет, тебя могут поставить даже на какую-то более-менее, там, успешную вечеринку выступить в качестве диджея, потому что у тебя есть определённая публика и узнаваемость. Но в то же время я понимаю, что многие молодые ребята, которые этим горят, для них вот эта возможность, эту возможность получить гораздо сложнее. Если я сейчас буду, там, влезать, короче, в их дела, то я им буду просто мешать. Они, ну, короче, это не ведёт к развитию индустрии, потому что я этим горю, наверное, не так сильно, как они. А молодые, они всегда делают всё с большим азартом, с большей страстью и толкают эту жизнь, крутят этот земной шар. Слушай, а ты сказал, что ты перегорел в какой-то момент? Ну, такое у меня, на самом деле, я перегораю с разной степенью сгорания каждые 5-7 дней. График определённый. Да, соответственно, бывает, что я один день перегораю, один день снова загораюсь, потом один день я ещё горю, потому что остался какой-то задел, а потом у меня несколько дней, я снова ищу какое-то вдохновение. Что на это влияет и как ты с этим справляешься? На это влияют многие факторы, на это влияет, наверное, наличие идей, может быть, иногда на это влияет отсутствие времени, да, потому что, например, когда я веду 5-дневный мастер-класс, я даже практически ничего не пощу в Инстаграм, не занимаюсь творчеством, я занимаюсь пахотой, когда я… Я не скажу, что я от этого не получаю удовольствие, но это работа другого плана. Я обучаю людей навыкам, которые им позволят, которые им позволят заниматься творчеством, которые им позволят быть более уверенными в себе. Но в этот момент я себя как бы не проявляю как создатель чего-то, я работаю как педагог. И здесь я отдаю себе отчет, что я должен к этому относиться настолько внимательно, чтобы ребята после обучения реально, они поняли, что они оправдались в вложенные средства, что они получили те знания или то вдохновение, на которое они рассчитывали. Поэтому я должен быть максимально там. И когда я начинаю заниматься помимо обучения еще к созданию какого-то контента, ну то есть здесь у меня просто… Опять же, либо мне не хватает времени на то, чтобы проводить время с семьей, либо у меня просто, если я все это впихиваю в рамки одного дня, я просто очень сильно выжимаюсь энергетически. И мне не хватает энергии для жизни, для созидания. А наше внутреннее состояние – это наша ответственность. Поэтому здесь нужно, опять же, расставлять приоритеты. Ну а как делаешь так, чтобы привести себя в ресурс? Хорошим отдыхом является поход в зал. Единственное, что не всегда есть такая возможность, опять же, в связи с ленью, с временем и так далее. Когда ты понимаешь, что брюки, которые еще две недели назад достаточно неплохо сидели, начинают очень туго на животе сходиться, то тут волей-неволей нужно пойти в зал. И это является, как бы, помимо какой-то такой вот функции чисто с точки зрения там привести себя в порядок, физическая нагрузка, она очень хорошо приводит и мысли в порядок. Вот, поэтому это, ну, физическая нагрузка – это самый простой вариант привести себя в ресурс. Мы с братом недавно общались, что он говорит, что у людей, которые занимаются физической работой, у них нет времени на то, чтобы перегорать. Да, и вот Коля Генералов там в свое время тоже у него был прикольный то ли сториз, то ли пост, где он рассказывал, что, ну, ему жалуются ребята, которые там чуть ли там не год в профессии, что я перегорел. Он говорит, вы скажите там это человеку, который сейчас там долбит, короче, какой-нибудь кувалдой рельсы, да, и делает тяжелую физическую работу. Вот, поэтому, ну, чтобы привести себя в ресурс, нужно просто отвлечься, заняться, может быть, немножко другой деятельностью и переключить, как бы, свою мелкую моторику и свою мозговую деятельность в русло более такой тяжелой физической работы, немножечко своей конечности запустить в какое-то движение. Очень хороший отдых – это поход в кинотеатр, да, особенно на какую-нибудь хорошую картину. Очень хороший отдых – это общение с друзьями. Очень хороший отдых – это общение с незнакомыми людьми, да, новые знакомства какие-то. Да, на самом деле способов много разных. У разных людей это разные штуки. Кто-то на машине любит ездить. Просто нужно отвлечься, нужно немножечко переключиться, как бы, сменить картинку, я не знаю, там, съездить в гости к родителям, например, пообщаться с ними. И, понятное дело, что, опять же, когда ты очень, ну, очень взрослый, когда ты становишься взрослым, общение с родителями, оно, как бы, оно достаточно становится таким тяжелым, да, в какой-то степени. Ну, понятное дело, что там вот эти вот все советы, да, я сам все знаю. А для родителей мы все еще маленькие детки, и они не понимают, что, как бы, у нас уже своя жизнь, и нам, как бы, ну, до лампочки на их советы. Хотя, ну, мы не перестаем их любить и так далее. Вот, но, тем не менее, как бы, это очень важно, и так тоже нужно отдыхать, общаясь с родными. Просто, ну, очень хороший способ вдохновиться – это пообщаться с людьми, да, особенно с людьми, которые сами вдохновлены и могут вдохновлять. Ну, вот, пойти на фильм, например, это, по сути, вдохновиться тем, какую идею нес автор фильма. То же самое и с человеком. Только с человеком у тебя есть возможность, ну, там, как бы, энергия такая более живая, да, не через экран, не через динамики, там, типа, Dolby Surround, а напрямую, как бы, общаясь и обмениваясь какими-то, может быть, флюидами, там, или еще что-то такое. Интересно. А чем вдохновляешься именно творческим стрижки у тебя? Просто твои работы, твой Инстаграм, я думаю, нам его тут покажут где-нибудь. Твой Инстаграм, он, во-первых, я уже услышала, что ты такой довольно скрупулезный, петентичный, наверное, такой перфекционист, наверное, больше. Мне кажется, это видно по твоей странице в Инсте, по твоим работам. И именно твои работы, то есть, ну, такого нет ни у кого практически, наверное. Такой подборки крутых работ. Как ты это вообще? Откуда это к тебе приходит? Ну, тут, наверное, нужно сказать, я как бы об этом всегда говорю, что среда формирует человека, и здесь, наверное, нужно отдать должное моим родителям. У меня, ну, в целом, достаточно такая интеллигентная семья, то есть, у меня отец, он инженер, брат тоже инженер, мама у меня юрист. Соответственно, помимо этого, у мамы, например, было хобби, она по-первыхому образованию, как бы она закройщик одежды, вот, насколько я помню, мужского костюма. А мужской костюм, короче, это в целом в модной индустрии, в индустрии одежды, это самое сложное, что вообще есть, да, именно сделать хороший костюм мужской. Там очень много элементов, там очень геометричные формы, соответственно, ну, это типа как идеально подстричь площадку, короче, да, мужской стрижки. Это вроде бы, с одной стороны, все понятно, но делает очень хорошо, это мало кто. Папа у меня занимался резьбой по дереву, и у нас было дома очень много различных альбомов с репродукциями художников, и Леонардо да Винчи, и наши соотечественники, да, какие-то известные художники, то есть много всего этого было. Плюс у меня старший брат, который на 8 лет меня старше, и так или иначе, ему было, ну, да, допустим, когда мне было 6 лет, ему было 14 лет, и, соответственно, вот 14-летние, 16-летние люди, это те люди, которые максимально следят за тем, что модно, что актуально. И, соответственно, я так или иначе смотрел, и в любом случае есть такая штука, что, ну, там, младшие дети, они равняются и берут пример со старших, соответственно, я так же, может быть, и не отдавая себе отчет, и не понимая то, что ему интересно, я так или иначе все равно в это вовлекался, и там, мы вместе смотрели MTV, слушали музыку, он там какие-то кассеты покупал, соответственно, ну, меня все это тоже в какой-то степени вдохновляло. И, скорее всего, ну, смотрели фильмы там с родителями, с бабушкой смотрели фильмы, вот. Поэтому, наверное, все из детства растет, а дальше ты уже начинаешь формироваться сам, как личность, и если у тебя этот процесс получения визуальной и, ну, какой-то эстетической информации, звуковой, поставлен на правильные рельсы, ты так или иначе, ты не собьешься с этого пути и будешь очень жадно и очень точно выхватывать ту информацию, которая тебе нужна. Соответственно, потом я уже с друзьями, когда учился в школе, я занимался спортом достаточно долгое время, и так как у нас поселок маленький, как бы я жил в поселке, который называется Приладожский, Ленинградская область, у нас там живет, ну, около 6 тысяч человек, и, по сути, ты, у тебя особо нет выбора, с кем тусоваться в детстве, ты как бы и спортом занимаешься с одними и теми же людьми, и музыкой, например, когда вы организуете какую-то первую свою банду, вы занимаетесь вместе, поэтому, ну, с ребятами мы занимались и спортом, и музыкой, и искали что-то интересное для себя, вдохновлялись там музыкантами, вдохновлялись какими-то спортивными достижениями, у нас был очень классный тренер, я занимался гандболом, вот, и, ну, там тоже некоторых успехов, там, если брать на уровне нашего шеститысячного поселка, я добился, мы там с моим товарищем выступали за сборную северо-западного федерального округа, то есть там на чемпионате России играли в гандбол. Звучит круто. Да, ну, призовых мест мы как бы не занимали, по-моему, вот, но, по крайней мере, из-за вот этой вот маленького спортивного зала мы там, у нас появилась возможность посмотреть на то, как играют ребята на более высоком уровне, которые учатся в спортивных классах, да, у которых там только русский, математика и физика, наверное, да, ну, то есть мало предметов, и у них там 2-3 тренировки, где они, ну, как бы, из них готовят профессиональных спортсменов, то есть это тоже в какой-то степени вдохновляет спортсмены, это тоже определенная субкультура, да, то есть, ну, все идет из детства, и, наверное, тяжелее людям, которые, у которых, наверное, там, ну, например, так уж случилось только один родитель, да, например, там мама, чаще всего одна мама, и она, ну, тянет на себе всю семью, и, ну, понятное дело, что в таком случае, ну, нету возможности дать ребенку столько внимания, поэтому здесь везет людям, у которых хорошие наставники в школе, например, да, или хорошие наставники в тех кружках, в которых они занимаются, да, если есть возможность ходить на такие кружки, потому что, ну, все начинается с детства, и вопрос образования, я как, ну, педагог по образованию, я говорю, что это, ну, архиважная история для любого государства и для любого, для любой культуры, для любого народа, вот, поэтому учитель и врач, наверное, это самые важные в профессии, хотя сейчас они, конечно же, недооцененные, сейчас у нас ценятся, там, топ-менеджеры, блогеры, тиктокеры. К слову о том, что тебя вдохновляет, а вот как ты считаешь новеньким людям в профессии, за кем стоит больше следить, ну, можно даже не поймёт, но в целом за какими людьми следить для того, чтобы выбрать себе наставника и как-то не ошибиться? Блин, ну, на первоначальном этапе, короче, нужно найти себе наставника, который обучает людей не только ради того, чтобы прокормить себя, а который ещё и горит этим делом, который искренне в них будет вкладывать ту информацию, которую он считает важной, которую он хочет действительно донести, который делает это не только из корыстных побуждений, а ещё и, ну, ради того, чтобы реализоваться, ради того, чтобы помочь другим, которые видят в процессе обучения свою, наверное, ну, миссию по жизни. Вот, если вы найдёте такого преподавателя, то вы уже гораздо ближе себя, вы себя приблизите к такому первоначальному успеху и к тому, чтобы после обучения, в принципе, сохранить это желание работать, а не уйти куда-то в другую профессию и начать учиться заново, там, чему-нибудь — Маникюру. — Совершенно другому. Маникюру, там, да, или, я не знаю, ещё чему-нибудь, там, я не знаю, в риэлторы, например, уйти. Конечно, все профессии хороши, но, опять же, тут нужно понимать, что жизнь одна и вот так вот расплёскивать своё внимание. Мне мама всегда говорила, что, ну, как бы, там, примерно лет до 27 желательно, как бы, в жизни определиться, потому что дальше уже, ну, и родители становятся пожилыми, да, помогать нет возможности. И в целом срок, который тебе на земле отведён, он, как бы, ну, у тебя с каждым годом сокращается, и тебе нужно оставить себе вот этот задел, когда тебе, когда у тебя есть ещё возможность реализоваться. Поэтому тут, ну, я вот в 25 лет пришёл в профессию, и, ну, с тех пор, как бы, я, ну, я чётко отдавал себе отчёт, что это, наверное, уже вот здесь мне нужно закрепиться, здесь мне нужно своё внимание сконцентрировать так, как нигде ранее, да, потому что, когда ты занимался спортом, ты это делал, ну, как бы, там ты работал в команде, да, там все молодые, у всех много здоровья, у вас есть тренер, вы команда, вы, короче, эгэгэй, зачем вы бежите, мало кто понимает. Ну, для того, чтобы достичь каких-то результатов. Я думаю, что тренер, как бы, наш понимал, что мы всем этим занимаемся для того, чтобы нам не заниматься всякой хернёй в гаражах. Хотя потом и это тоже было в моей жизни. Но, тем не менее, я получил, там, возможность этим прозаниматься. Слушай, а вот ты сказал про наставников. У тебя у самого был наставник? В плане парикмахерского искусства? Да. Ну, конечно, у меня был наставник, который меня обучал с нуля. Потом у меня было много мастер-классов и... Но я не могу кого-то одного выделить. Среди всех, вот, у меня нету какого-то гуру. Я не знаю, может быть, это звучит как-то не совсем, не совсем типа я, как бы, такой благодарный человек. Но, по сути, у меня... Я делал все не благодаря, а вопреки, в какой-то степени. То есть, я, по сути, двигался сам в профессии, и делал себя сам в большей степени. Но я благодарен всем, кто вкладывал в мою корзинку знаний какие-то свои, там, монетки или какие-то свои плоды. Но нет, нет того человека, который бы меня, типа, взял и сделал из меня того, кем я стал. У многих наших ребят, преподавателей, вот именно из России, был на обучениях? Ну, достаточно у многих. Или больше все-таки? А у зарубежных, у кого-то тоже? Я помню, ты у Квенза, да, по-моему, то ли учился, там, то ли в первые года был, что-то такое. Я общался с ним, помню, рассказывал про тебя. Да, конечно, я был у него на мастер-классе дважды. Но первый мастер-класс как бы был, типа, вау, круто и так далее. На второй мастер-класс он, кстати, прилетел после Красноярска, и он заболел. Вот, не знаю, будет ли он смотреть этот подкаст, наверное, нет. Я думаю, что по понятным причинам. Но и Богдана я благодарен за те знания, которые меня вложил. Но больше я благодарен за вдохновение. То есть у них была очень крутая команда. Я не знаю, как сейчас у них обстоят дела. Я надеюсь, что все хорошо, что все живы-здоровы и, ну, каждый занимается своим делом и кайфует. У них была очень заряженная команда. Они все делали одно дело. У них была одна концепция, одна терминология. И вот какая-то вот такая стилистика единая, которая, ну, на самом деле достаточно сильно вдохновляла. И на тот момент это было чем-то таким современным, новым. И очень классно. Вот. У зарубежных я тоже был мастеров. И я был у Чарли Каллина на обучение. Вот. И у Давы Палмера был на обучение. Кого же я еще там был? Кого бы вспомнить? Теперь уже сам ездишь за границей. Ну, бывает. А вот последние годы, когда последний раз был на мастер-классе? Ну, или на чьем? Помнишь? Последний раз я был на мастер-классе у... Есть такой мастер из Кореи, директор... Директор Кван или директор Хван? Кван, по-моему. Вот. Это, ну, сейчас как бы есть определенная тенденция к корейским стрижкам. И в целом я... В целом я разделяю мнение многих мастеров, которые разбираются в точных техниках стрижки, в том, что ничего нового у них там не придумано. Я на мастер-классе убедился в этом, что все силуэты и все способы достижения этих силуэтов, они абсолютно логичны и понятны. Но я для себя подчерпнул некоторые моменты со стилизацией образов. Некую... Некую философию азиатскую, да. Вот, что касается того, как они работают с текстурой, что она должна быть максимально легкая, что она не должна быть очень вычурная, что она должна стилизоваться при помощи минимальных каких-то внедрений туда укладочных средств. Они укладывают в основном только маслом стрижки, ну, то есть масло, которое имеет небольшую степень фиксации. Вот. Ну, подчерпнул кое-что. Ну, чем старше ты становишься, тем меньше вероятность того, что ты придешь на мастер-класс, особенно если ты в процессе своей деятельности экспериментируешь и анализируешь свою работу, если ты сам отвечаешь. Если у тебя хватает знаний и как бы навыка, да, приходить к каким-то логическим умозаключениям, то вероятность того, что ты придешь на какой-то мастер-класс и тебя сделают вот так вот и переключат твое сознание резко, это вероятность, она снижается. Вот. Поэтому я уже не жду каких-то вау-эффектов от мастер-классов, но, тем не менее, по возможности стараюсь посещать те обучения, которые, ну, в какой-то степени, я считаю, что могут меня натолкнуть на какие-то новые мысли, либо показать мне какие-то приемы, маленькие фишки, потому что чем дальше, тем ты, ну, костяк у тебя уже есть такой, да, достаточно большой, сильный и так далее. Дальше ты просто к нему уже маленькие стилистические какие-то моменты добавляешь, которые ты можешь использовать. Так, а вот с этой моделью будет классно использовать вот это. А я вот это возьму из этой полочки и сейчас, бам, вишенку на торте положу, и будет красивое кондитерское изделие. Хорошая аналогия. Да, мне кажется, это такая очень крутая история, когда ты уже такой взрослый самостоятельный мастер, уже с багажом, с бэкграундом, с таким, и все равно что-то можешь подчеркнуть, это уже успех. Круто. Еще нужно сказать, что каким бы ты опытным и там самодостаточным мастером не был, это не спасает тебя от ошибок в процессе работы. То есть, ну, я понимаю, что не все мои работы, которые я делаю, они идеальны, и как бы хотел бы на этом, в рамках этого подкаста всех ребят успокоить, да, которые там часто сталкиваются со своими ошибками. Даже опытные мастера часто ошибаются. Я это и вижу в сети, и я это вижу на мастер-классах, и я это за собой замечаю еще чаще. Соответственно, это вас не должно пугать, и, пожалуйста, не останавливайте свое творчество, не останавливайте свой процесс экспериментирования в этот момент. Это может вас натолкнуть на что-то такое, что все, я больше не буду никогда это пробовать. Но ошиблись и ошиблись, как бы волосы не зубы отрастут. Обожаю эту фразу. Главное, старайтесь максимально ответственно подходить к клиентам и максимально глубоко проводить консультацию к клиентам, для которых волосы являются очень-очень важным аксессуаром в жизни. С этими клиентами нужно быть очень аккуратными. Лучше не достричь, чем перестричь. Потому что лучше пускай они уйдут неудовлетворённые тем, что они не получили какой-то вау-эффект, чем они уйдут неудовлетворёнными, чем они, ну, что они получили слишком вау-эффект, да? Негативный вау-эффект. Ну, да. Либо шокирующий. Вау, я не знал, что так хуёло. К которому нужно привыкать, да, к которому нужно привыкать, типа, а-ля, там, 3 месяца. Так, ну, сейчас вроде отросло, и форма смотрится хорошо, классный мастер. Типа, 3 месяца он или она про тебя там, да, он, короче, мне там, накосячил, сделал дерьмовую стрижку. А потом 3 месяца прошло, всё, короче, она там успокоилась. Ой, ну, вроде неплохой мастер, как бы, и только через 3 месяца у тебя пошёл какой-то позитивный фидбэк. Обратила внимание, что ты просто генератор каких-то таких крылатых правильных фраз. Наткнулась тоже где-то в твоём инстаграме на фразу, что мы должны управлять волосами, а не волосы нами. Мне кажется, это не моя фраза, либо эту фразу я взял из какой-то другой сферы и интерпретировал. Ну, по факту, я не читал книгу «Воруй как художник», да, вам она называется, или «Кради как художник», что-то такое, да. Но, по сути, этот принцип во многом помогает мне, как бы, ну, постоянно генерировать эти фразы, нет, а скорее постоянно быть актуальным, да. То есть, мы учимся, и это нормально. А учиться, ну, как бы, у кого учиться? У нейросети. На самом деле, я сейчас смотрю образы, которые делают нейросети, и учусь у них, как они видят волосы. И постараться добиться такого эффекта, как сделал его компьютер, это тоже, ну, прикольно. Это определённый вызов и определённая мотивация для мастеров. Круто. Ещё есть такая история, например, что в один момент ко мне начали приходить многие ребята молодые, да, там, типа, а-ля, от 13 и до, там, 18, и даже, чаще даже и старше, кто очень много рубится в компы и показывают мне стрижки, типа, либо из аниме, либо из компьютерных игр. И я, короче, в целом-то понимаю, как бы, вот какой силуэт, но как текстура здесь лежит, не совсем понятно. И я начал анализировать эту штуку, и я понимаю, тоже на мастер-классах я говорю об этом, я понял, что, короче, ну, чувак, который сидит за компом, который генерирует эти стрижки, он же, ну, непрофессиональный парикмахер. У него просто есть компьютерный, ну, как бы движок, да, вот этот графический, который, в целом, ну, насадили какие-то волосы, короче, на персонажа, да. И они, короче, вот такие длинные болтаются, и он такой думает, как ему сделать, ну, какую стригу ему замутить. Ну, короче, вот этот кусок я подниму сюда и вот так вот отсеку, вот этот подниму сюда, вот так отсеку, а вот этот вот так. И движок уже, он считает то, как будут распадаться волосы, как эта длина с этой текстурой будут взаимодействовать, и как они будут лежать, короче, друг на друге. И примерно такой подход я начал использовать в своей работе, и реально оно начало работать. То есть многие стрижки, которые я делаю там для молодых парней, которые какие-то а-ля анимешные, с достаточно такими рваными, рубленными текстурами, они делаются как раз вот по принципу, типа берешь кусок и отрезаешь, короче. Но это не отменяет того, что знать нужно базу, потому что в любом случае это тебя будет предостерегать от ошибки, и ты в целом понимаешь, в каких рамках ты двигаешься, за какие черты не стоит заходить, потому что точно будет плохо. Хотя иногда можно сделать так, что точно будет плохо, а потом бац, а вот это можно обыграть, можно сделать нарочно ошибку и обыграть. То есть вот в этом и прелесть нашей профессии, что есть люди готовые на то, что мы будем ошибаться, есть модели, и хорошо, если у вас есть вот это стремление к поиску чего-то нового. Собственно, многие мои выступления и в целом работа, вся моя деятельность, короче, которая не касается обучений, каких-то обучений именно фундаментальным принципам стрижки, все это относится и нацелено на то, чтобы мастеров и профессионалов нашей сферы натолкнуть на то, чтобы они позволили себе где-то допустить, может быть, ошибку, и, может быть, где-то сделать так, как они не делали никогда. Вот это очень важно для меня, потому что... Расширять. Потому что если все будут делать одно и то же, делать правильно и делать одинаково хорошо, то в этом нет никакого интереса. То есть мы придем, к примеру, Северной Кореи с 15 моделей стрижек на всю толпу. Соответственно, я пока не могу сказать, что считаю это чем-то хорошим. Пока у нас не запретили на законодательном уровне делать разные стрижки, и пока меня не могут посадить за это в тюрьму, я буду экспериментировать. Слушай, а как вообще думаешь, вот просто эфемерно, если представить, что будет там через 10, 20, 30 лет с индустрией? Ты вот рассказал про нейросети, и вот я как-то видел пост, что нейросети задали такой вопрос, и она не смогла с этим справиться адекватно. Ты сам как считаешь, что будет через такое длительное, продолжительное время у людей на голове? Будет все то же самое. Но будет все то же самое, что уже когда-то было. Вот, мода же цикличная. И вот какой из циклов... Тут нужно понимать, что в парикмахерском искусстве, а в частности в том разделе парикмахерского искусства, где мы работаем с натуральными волосами, когда мы не говорим про парики, про какие-то истории с какими-то материалами нерастительного происхождения, нерастительного из человека. Соответственно, когда мы говорим про волосы, пока я не вижу никаких тенденций к тому, чтобы на каком-то генетическом уровне у людей изменилась вдруг привычная структура и текстура волос. Да, но для азиатов она одна, для людей там с афрокарибским типом она другая, для европеоидов она третья, там для латиносов она еще другая. Соответственно, вряд ли что-то поменяется прям кардинальным образом, и у людей из головы начнут расти какие-то шипы или как у рыб. Соответственно, здесь мы имеем некое ограничение в плане строительного материала. Что мы можем сделать с волосами? Мы можем их сделать короче, длиннее, мы можем в большой длине создать короткую длину и поработать с консистенцией. Мы можем нанести укладочное средство и поменять структуру волоса, сделать его либо более упругим у корня и сделать объем, либо более тяжелым по длине и этот объем убрать, слепить какие-то штучки. Мы можем его выпрямить, мы можем его завить, мы можем его покрасить, мы можем сделать ботокс или кератин, я в этом не разбираюсь, что от чего отличается. Но, по-моему, и то, и то делает шампунь, как шампунь лошадиная сила. Живая судьба. Да-да-да, когда вот так вот. Ничего не поменяется. Ну, как бы будут какие-то микротренды, которые будут внедряться. Причем эти микротренды, они будут браться, ну, типа, из уже того, что уже когда-то было. Типа, взял отсюда, прикрепил к этому, взял отсюда, прикрепил к этому. А в целом-то у нас тенденция к тому, что сейчас модно диско, короче. И, типа, окрашивание мы берем из какой-то субкультуры, типа, готов, да, когда у нас там есть черные и белые пряди какие-нибудь. А формы мы берем, в целом, тенденцию на укладки мы берем из диска, да. Это какие-то объемы, это кудри, это что-то такое, праздник, это что-то такое, типа, лихорадка субботнего вечера. Вот и все. И, короче, ну, здесь, ну, вряд ли что-то поменяется кардинальным образом. Может быть, челки-штрих-коды войдут вновь в моду. Может быть, сейчас Канни Уэст выведет вот эту эстетику Гоши Рубчинского на новый уровень, и челки-шторки будут носить все, короче, афроамериканцы, все рэперы, короче. Все рэперы новой школы с такими кудрявыми козырьками. Песничка. Ну, не знаю, все это достаточно занятно, но, как бы, кардинально, строительный материал не поменяется, вряд ли, ну, типа, все равно, даже если мы будем, с машинкой у нас будут лазерные, да, мы резать волосы будем не механическим образом, а, типа, срезать их при помощи луча, то кардинальным образом это никак не поменяет саму форму, которую мы получаем. Ну, может быть, только разве что концы будут не такие рубленные, они будут запаянные, да, такие, как будто обожженные зажигалкой. Ну, как раньше горячими ножницами стриглили. Да, вот сейчас, мне кажется, тоже это делают. Просто зажигалкой тоже стриглили. Ну, зажигалка тоже. Слушай, здорово. Ты часто посещаешь за границу и в Канне, как преподаватель. Вот интересно, там видение у учеников такое же, как и здесь, или ты туда едешь с какой-то отдельной программой? Да нет, на самом деле. Я еду с той же самой программой и рассказываю об одном и том же. Ну, как бы тут ещё нужно понимать, что у меня есть курс, который называется тригонометрия. Он длится пять дней. У меня там программа, если меняется, то не кардинально. То есть я всё равно людей тренирую таким образом, чтобы у них выработалась привычка работать. Даже не выработалась привычка, а появилось умение работать правильно. А уже дома, самостоятельно, они могут этот навык как бы либо возвести в привычку, либо забить на него болт и эти вложенные деньги как бы просто слить мне в карман. Соответственно, все остальные обучения, которые я провожу, я их провожу в рамках того, что я показываю те дизайны и способы достижения этих дизайнов, которые делаю я в рамках своей салонной практики. То, что я транслирую в своём инстаграме и то, что, на мой взгляд, сейчас является актуальным. Ну, типа, кто-то из более крутых стилистов, наверное, делает так. Я выпускаю коллекцию, вот, и эти пять образов я везу, короче, в турне, и показываю эти окрашивания, и показываю эти стрижки вот во всех городах. Я, как бы, я человек простой. У меня есть там определённые запросы к модели, да, ну, плюс-минус. Да, в целом я достаточно гибок. И я показываю, как на этом человеке я бы сделал там тейпер, как я его вижу сейчас, вот, в 24-м году, как его можно обыграть и вписать, например, в какую-то историю там с кропом или с малятом. Или я показываю там, вот, как можно подстричь длинные волосы так, чтобы... Ну, ко мне, например, пришёл в кресло и сел клиент, да, а ко мне приходят люди. Я же не работаю в салоне, я работаю на себя. Соответственно, ко мне приходят люди, только те, которые уже, как бы, ну, понимают, что я делаю. У которых есть запрос на то, чтобы я поработал с ними как стилист. Да, не как мастер, которому ты даёшь какой-то запрос, а как стилист, который может им предложить какой-то выход из ситуации, сложившейся с их волосами, либо улучшить их внутреннее состояние при помощи стрижки, к которому они приходят и говорят, ну, давай. Ну, как бы, есть какие-то, да, там, маячки, типа, ну, вот точно не настолько коротко, точно не настолько длинно. И точно не такая чёлка. Соответственно, от этого я отталкиваюсь и выполняю какой-то образ. И с этими, со всеми кейсами, с моим багажом знаний, которые я уже наработал в рамках своей работы, то, как это можно уложить, то, как это можно подстричь максимально удобным и простым способом или максимально точным способом. Соответственно, я с этими знаниями еду на мастер-классы и показываю это и там, и в Италии, и в Таиланде, и в России, и в Беларуси, и в Польше, и, ну, где угодно. То есть, ну, ничего не меняется. Тут нужно понимать, что, конечно, везде тенденции к моде, они немножечко отличаются. Есть какой-то общий, да, мировой тренд. Но, например, там, когда я приезжаю в Курган, я понимаю, что у людей запросы не такие смелые, да. Не такие смелые, как могу себе позволить я их выполнять у себя там в Питере. Но, тем не менее, если я буду показывать ребятам те стрижки, которые они выполняют на ежедневной основе, запросы у их клиентов, они останутся такими же, как и были. То есть, по сути, если мы говорим про женский мир, то, наверное, у девчонок гораздо больше развита фантазия в плане стрижек и вариантов их стилизации, их волос. Потому что, ну, в целом модная индустрия – это индустрия для, в большей степени, для женщин. Да, потому что, ну, основное оружие, основное оружие нападения или защиты для женщин – это их красота. Ну, если так говорить, да, вот первое, что приходит на ум. Понятное дело, что каждый человек – это личность, и у каждого есть свой внутренний мир, свое осознание себя и свой багаж опыта. То есть, ну, каждый человек – это личность. Но мужик, как бы, это, типа, то существо, которое должно быть чуть красивее обезьяны, да, ну, в общем, принятом таком вот формате. Но если мастера, которые работают в мужском сервисе, не будут сами предлагать что-то новое, не будут сами выглядеть так, как они хотят, чтобы выглядели их клиенты, то индустрия будет стоять на месте. Поэтому, в первую очередь, ответственность на нас. И когда мне говорят, что да, у нас так не просят, ну, вы и сами такие же абреганы ходите. Или там, как бы, да, когда мне мастер говорит, да, что ты вот подстриг, типа, ну, это, типа, какая-то херня, вот у нас, типа, там, типа, вот только вот так вот. Вот эти ваши модные стрижки. Три шесть девять. Ну, и чел стоит с абсолютно такой же стрижкой передо мной. В трениках с вытянутыми коленками. Причем это бывает и в Москве, и в Питере, и где угодно. Типа, всегда есть люди, которые говорят, что то, что ты показываешь, оно, оно как бы не актуально. Ну, да, окей, ну, для кого-то это не актуально, но актуальность задаешь, по сути, ты. Начинать нужно с себя. Если ты не актуальный, короче, если тебе это не подходит, то и все твои клиенты такие же. То есть, ну, клиенты находят своих, как бы, мастеров, с которыми им комфортно. Если мастер не меняется на протяжении 10 лет, то и люди будут такие же консервативные, да? Они будут ходить к одному и тому же мастеру, стричь одни и те же стрижки, и у них в гардеробе будет, короче, там, 10 пар одинаковых кроссовок, 10 пар одинаковых штанов и 10 одинаковых рубашек плюс-минус. Вот. Но сейчас-то прелесть в том, что модно все. И ты можешь выглядеть сегодня так, завтра так, а послезавтра вот так. И от случая к случаю ты можешь меняться. И задача стилиста сделать стрижку такую, которая отвечает запросу клиента и которая предугадывает то, какая потребность у него может возникнуть, например, завтра вечером. Он должен предугадать, а как он еще может стилизовать свою стрижку, а как ему можно, как ему можно разместить длину волос на голове так, чтобы ему было и удобно в офисе, и прикольно типа в баре. И если мы не будем об этом думать, то у нас индустрия никуда не сдвинется. Вот, по-моему, Богдан Бородин говорил, что у нас сейчас индустрия в России, как бы ты можешь никуда не выезжая, типа научиться всему здесь в России, да, у нас очень крутые мастера. Технически, да, но стилистически пока что мы, как бы, ну, если не в жопе, то где-то в области крестца, короче. Поэтому здесь начинать нужно с себя, и, блин, короче, нужно взять себя в руки и начать делать уже с полученными знаниями. У нас много мастеров действительно технически крутых. Нужно начать уже проявлять свою креативность, смотреть на то, что происходит в мире. И на базе этого, с учетом нашей культуры, с учетом нашего бэкграунда, да, там, СНГшного, российского, делать что-то клевое. То есть мы должны еще и пытаться свой какой-то культурный код, так скажем, вносить в ту деятельность, в которой мы, как бы, вращаемся, крутимся и реализуемся. Вот. И тогда, даже несмотря на то, что мы сейчас находимся, как бы, в таком неком вакууме, да, ну, полувакууме, да, у нас с одной стороны, как бы, закрылось окно, типа, да, у нас теперь воздух только из одной форточки, короче, дует, да, с азиатской какой-то там. Соответственно, нужно аккумулировать внутри вот этого вот аквариума, аккумулировать силы, аккумулировать идеи, и рано или поздно мы сможем, как бы, влиять на весь мир. Слушай, просто аминь вообще. Идеально сказано. Мне кажется, там тут сразу несколько крылатых фраз еще полетит. Про крестец, про... Очень круто. Опять же, хотела немножко затронуть тему твоего Инстаграма. Крутые работы, модели. Это все модели, или там есть и клиенты, которые ты просто, о, классно, подстричь, 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 подстричь. Короче, как вообще все начиналось? Изначально у меня было мало клиентов, потому что я только начинал стричь, и, ну, я пришел в индустрию уже с неким запросом, что, типа, я хочу научиться делать разные работы. И у меня было очень много экспериментов, соответственно, не все эксперименты удовлетворяли моих клиентов в барбершопе, и, соответственно, я долго нарабатывал клиентскую базу. Да, потому что, ну, какие-то работы, типа, нравились мне, но не нравились клиентам. Почему так? Ну... Креативно, столько креативно. 369 просили. Я даже, я на самом деле даже не анализировал. Во-первых, наверное, если подходить к этому с точки зрения анализа, конечно же, у меня технически тогда не было навыков, которые позволили бы мне выполнять работы должным образом. Во-вторых, стилистически, да, и, возможно, я как-то где-то что-то видел, но не совсем понимал, как мне этого добиться. В-третьих, тут, наверное, мой запрос к тому, чтобы научиться. Я тут думал, в первую очередь, о себе, а не о клиенте. Вот, наверное, это, наверное, основополагающий такой фактор. Но, тем не менее, как бы, я всегда говорю, что это мой крест, который мне нести. Я надеюсь, что после этого никто не умер, там, никто ни с кем не расстался, и у всех все было хорошо, никого не выгнали с работы. Никто не остался без средств для пропитания и так далее. Вот, много у меня было свободного времени во время смены рабочих. И начальство мне позволяло, да, приводи модели, как бы, да, что там, типа, хотя бы видимость того, что ты стрижешь, создавай. И что у нас там, все кресла заняты. Вот. Я так и делал, то есть, пользовался этой возможностью, стриг много моделей. Что-то я делал и на клиентах. Соответственно, дальше получилось так, что я технически прокачал свой навык, и у меня из моделей, в которых я стриг, сформировался достаточно большой костяк, пул клиентов, которых я стриг, 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 пока работал в барбершопе. Потом, когда я начал гонять на мастер-классы, многим клиентам стало неудобно, то, что меня нужно ловить, меня нужно ждать. Многие ребята хотят стричься здесь и сейчас. Если у тебя волосы, например, там, длина твоих волос, короче, до сантиметра, то неделя ожидания, это как бы, ну, смерти подобно, да? Когда у тебя волосы уже касаются верхней части ушной раковины, уже как бы, ну... Фаталити. Фаталити, да. У меня получилось так, что освободилось некое время, опять же, от клиентов, и появилось некое время для моделей. Потом у меня снова, типа, стало очень много, очень много клиентов. Плюс я начал стричь на новом прайсе, и у меня появилось много новых клиентов, много новых лиц, которые когда-то, возможно, были моделями, либо они узнали от моделей, которых я стрик, что есть такой парикмахер, который, и они начали ко мне приходить как клиенты. И вот так моя жизнь, короче, и происходит. Я то стрику моделей побольше, то клиентов побольше. И у меня одни и те же лица, короче, начинаются в Инстаграме. То опять новые лица, и потом опять одни и те же. Короче, все волнами, и, соответственно, у меня, ну, нельзя сказать, что у меня только модели. Нет, это абсолютно не так. И нужно сказать, что если, ну, на мастер-классе, например, бывает такое, что ты отдаешься настолько процессу обучения с точки зрения технической части, ты рассказываешь ребятам, там, отвечаешь на вопросы, показываешь, рисуешь, что ты настолько уматываешься, что на то, чтобы сфотографировать образ, который ты получил, уже просто не хватает не то, чтобы сила, а вдохновение, короче. Ну, то есть ты фотографируешь, но как бы ты делаешь, ну, потому что надо. И, да и свет, типа, со светом экспериментировать уже не хочется. А в новых условиях, да, когда у тебя новые лампы или ламп вообще нету, и ты где-нибудь на крыльце фотографируешь, если ты не уделишь время на то, чтобы, как бы, ну, подобрать световую схему под твой запрос, то, ну, фотка не получится того качества, которое, как бы, тебе необходимо для уровня твоего паблика, да, твоего инстаграма. Соответственно, из-за этого бывает такое, что я даже модели, которые, как бы, модели, которые, как бы, готовы, там, на всякие стрижки необычные, я их даже, ну, не выкладываю, потому что фотки, ну, типа, иногда получаются не очень. Да, потому что у меня на некоторых мастер-классах ребятам, я говорю, ребят, ну, двухдневный мастер-класс, давайте я вам лучше покажу больше образов, больше кейсов разберём, чем я буду вам, типа, в сжатом вот таком вот варианте давать ту теорию, которую растягиваю на пять дней. А если бы у меня была возможность, я бы эту теорию ещё и на десять бы растягивал. А если бы была возможность, я бы ещё и на месяц растягивал. Ну, просто это стоило бы тогда ребятам это обучение, ну, достаточно дорого, потому что я стоил дорого. Слушай, расскажи. И поэтому, короче, ну, поэтому и модели, и люди. Да, извините, что переводят. Расскажи, как ты научился так фотографировать. Я помню случай, да, когда я там только начал вариться в движухе, следить за конкурсами ЛСБ, думаю, блин, вот конкурсы ЛСБ, и потом раз ты выиграл, второй, третий, и так, по-моему, до шести, да, наверное, подряд дошло. Сколько денег ты там поднял? 600 фунтов, получается. Сколько ты поднял? Не, ну, у меня там больше 20 побед, 21 я, по-моему, считал было. Солидно. Я просто, ну, просто смотри, короче, если ты можешь добиться всего, чего пожелаешь. Короче, моя учительница по физике, Ирина Павловна Дупанова, она говорила, что, короче, человек, если задаст цель, он может добиться всего, чего угодно. И она постоянно, ну, как бы это считается, типа, такой историей, которая не доказана, и, типа, там, кто-то над ней смеётся, что был такой лётчик, Мересев или Моресев. Кто-то из них, короче, герой романа, а кто-то из них реальная личность. И что он в связи, там, с травмой, которую получил во время боя, по-моему, повесть о настоящем человеке. Вот. Ему, он лишился, короче, конечности. Он, по-моему, их отморозил, пока полз, короче, от своего сбитого самолёта за черту, за линию фронта, короче, чтобы к своим, короче, попасть. Соответственно, ему отрезали ноги выше колен. Соответственно, возможности, ну, мобильность сустава у него потерялась. У него просто палки такие были, которые двигались вот так. Но при этом он мог запрыгнуть, например, там, на табуретку, короче, каким-то образом напрягая как-то так свои мышцы, что он, короче, ну, делал это. Вот. Соответственно, эта история ко мне как-то запала. И по факту, если ты задашься какой-то целью, то ты можешь достичь вообще всего, всего чего угодно. У меня была цель научиться фотографировать. Я никогда не проходил мастер-классы, потому что на первоначальном этапе, ну, по фотографии, потому что у меня на первоначальном этапе не было денег на это. А потом, как бы, я уже, ну, как бы, я придрочился, так скажем, и уже методом проб и ошибок начал просто сам вымучивать какие-то уникальные знания из тех ресурсов, которые, как бы, у меня были. У меня были там сначала одна кольцевая лампа, потом я купил отражатель, чтобы у меня уже типа два источника освещения было. Потом у меня появилось еще две лампы кольцевых. Я узнал, что на них можно там одевать пакеты, короче, из пятерочки. Потом я купил софтбоксы, какие-то простейшие, да, такие китайские, которые, у которых стойки разваливаются там каждые два месяца. Вот. Потом я купил импульсные источники освещения, которые дают суперсочную картинку, такую супер детализированную. Потом я купил себе мощный, мощный видеосвет, который мне позволил и снимать и видео, и фото. И просто я адаптировался к разным источникам освещения и получал эти знания, ну, прям именно в полях, да, когда тебя вот как, знаешь, детей некоторые учат плавать, типа кинули в воду, типа плыви. Вот, собственно, я себя в такие условия поставил, и просто у меня была задача добиться определенного успеха в этом. И, ну, как бы, почему бы это и не сделать? Вот, просто нужно, нужно просто работать и не опускать руки. Нужно ебашить, нужно, короче. Вот если чего-то хочешь добиться, реально, нужно трудиться, и тогда, тогда все будет. Если, ну, я просто как, есть еще такая история, что меня, мой товарищ, мой одногруппник, получается, Игорь Захаров, тебе тоже привет, он меня пригласил работать, ну, в сферу геологии, и когда мы съездили в геологическую партию, там мы, как бы, нашим отрядом копали ямы, шурфы, собирали пробы, сплавлялись по рекам, там, на катамаранах, а до этого у меня очень долгая была депрессия, года полтора, потому что я работал в магазине, и я неплохо зарабатывал, относительно других продавцов, типа, я как бы, ну, был топчиком, короче, потому что я там всех подрезал, короче, это мой, мой, короче, покупатель, я сейчас этому продам, этому продам, у меня там 4 покупателя одновременно, я всем там, короче, эти коробки с с Тимберландами, с желтыми вот этими ботинками носил, и, но это, короче, ну, как бы, в процессе работы это, типа, было прикольно, да, какой-то азарт заработок денег, но какая у тебя вообще жизненная цель, типа, продавать ботинки, как Гена Букин всю жизнь, у меня это очень сильно, короче, на меня давило, и я понимал, что, ну, бля, короче, у меня в семье такой хернёй никто не занимается, все, как бы, ну, при деле, все занимаются социально полезными вещами, и я, но я при этом понимал, ну, я не инженер, как бы, ну, блин, и в школу по образованию я идти работать не хочу, и тут, короче, Игорь со своим предложением пойти работать геологом, полученного опыта, я понял, что, блин, да люди, вообще, короче, делают, какие только штуки они делают, у меня есть две руки, у меня есть две ноги, я, типа, ну, у меня, я молодой, у меня здоровье, я вроде не дурак, я могу научиться всему, чему хочу, и тут, бац, и, короче, я пошёл подстригся к барберу, я такой кайфанул, думаю, блин, вот что мне нужно, это, как бы, профессия, которая позволит мне зарабатывать деньги, и при этом, ещё и творчеством заниматься, почему я так подумал, потому что я в целом расценивал стрижку не только как какую-то утилитарную штуку, а так как я интересовался субкультурами, да, в, там, в юности, я знал, что у рэперов, короче, свои стрижки, у панков свои, у, там, ещё у кого-то третий, и так далее, соответственно, у всех какая-то своя идентификация, и, зная все вот эти фасоны, я такой, блин, я хочу научить, я хочу работать как барбер, но хочу научиться стричь вот эти все, короче, невероятные, невероятные стрижки, короче, и пошёл работать и уже с этой мотивацией и с пониманием того, что, ну вот, наверное, наконец-то я, короче, нашёл профессию, которая мне позволит всю жизнь быть счастливым, а я недавно писал, что быть счастливым это, ну, это значит созидать, вот если ты можешь созидать, если ты понимаешь, что ты полезен, что ты делаешь, что ты получаешь удовлетворение от своего труда что для людей как бы это несет определенную пользу и положительную эмоцию то если ты чувствуешь что ты что-то создаешь важное и значимое то тогда ты будешь счастлив даже если будешь болеть смертельной болезнью ты будешь до конца во первых ты не умрешь так быстро как тебе сказали что твои твои врачи потому что я очень много слышал историй когда люди даже побеждали смертельные болезни просто потому что них цель жизни было как только человек теряет цель жизни он как бы ну он становится короче в этом плане в этой матрице он становится бесполезным вот и когда ты теряешь смысл какой-то то готовься к тому что у тебя будут какие-то проблемы со здоровьем возможно и нужно вот тут постараться перестраиваться и ну и близким людям когда они чувствуешь человек потерял мотивацию жизни нужно как бы ну его под растормошить короче замотивировался и начал учиться и начал ебашить слушай а ты говорила сейчас про цель какая у тебя цель мечта у меня цель такая я бы даже сказал на ромиссия что есть какие-то пунктики до хотелось бы там наверное открыть академию до большую хотелось бы сделать так чтобы парикмахерское искусство в 21 веке наше отечественное но как бы считалось крутым в мировом плане и быть частью как бы да вот этого вот явления да там русские парикмахеры хотелось бы сделать так чтобы в россии стрижка стала действительно являться частью модной индустрии они просто стрижка ради гигиены чтобы это действительно понимали люди чтобы люди клиенты и люди за креслом которые стригут чтобы они это понимали отдавали себе отчет в том что они часть модной индустрии ну и как бы миссия моя которая не не имеет конечного результата это формирование эстетического вкуса людей то есть то чем я занимаюсь по сути картинки вот эти фотографии для многих они просто очередная картинка с глеба морозова для меня это определенная галочка просто еще одна работа которую я сделал потому что я и вдохновился и я хочу вдохновить вот посмотрите ребята я вас хочу познакомить со своим творчеством что вы можете увидеть в этой работе что вы можете подчеркнуть с чем вы можете согласиться с чем вы можете поспорить то есть основная миссия это наверное стать и быть и продолжать может быть быть частью креативного пласта людей которые формируют визуальную культуру человечества кайф сильная миссия мне кажется на этом мы можем уже завершить нашу потрясающую беседу спасибо тебе большое очень кайфово поболтали этот чувак очень много идей подчеркнул я надеюсь что у меня получилось вас вдохновить и я еще раз благодарю вас за то что вы дали мне такую возможность надеюсь что много ребят увидят это интервью и я считаю что он ну это одно из лучших моих интервью которые у меня были просто потому что ну наверное ко всему короче нужно быть готовым все всему свое время и когда там раньше у меня брали интервью ну типа просто разговор с барбером а тут у меня есть такая такой 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 бонус в плане того что я работаю со своими клиентами но не так много и у меня есть время в самолете у меня есть время в поезде у меня есть время в такси когда я могу поразмышлять если у вас есть это время то анализируйте себя старайтесь размышлять старайтесь осознавать то что происходит вокруг вас и чувствовать короче эту жизнь так скажем и поэтому наверное сейчас у меня просто сформировалась некое понимание действительности до понимания того что вокруг меня происходит хотя бы ну в рамках профессии чем я с радостью с радостью поделился на вашем подкасте спасибо спасибо вам большое ребят мне было очень приятно и надеюсь что может быть не последний раз позовите мне еще когда-нибудь там лет через пару когда я наполнюсь какими-то идеями может быть надеюсь что все будем живы надеюсь что все у всех будет хорошо спасибо желаю удачи